На телеканале Юганск новости в студии Мария Пейль. Здравствуйте! Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Еще один экзамен сдан. Около 300 нефтеюганских школьников написали ЕГЭ по обществознанию. Первый выпускной. Юные горожане получили свидетельство об окончании детской школы искусств. Посильный вклад. Сегодня нефтеюганзы собрали ГУМ-помощь для жителей Белгородской области. Обсудили лежачих полицейских, камеры контроля скорости и электросамокаты. Сегодня в городской думе состоялась рабочая встреча с сотрудниками госавтоинспекции и департамента ЖКХ. Народные избранники, учитывая мнение пешеходов и водителей, предложили свои идеи по улучшению безопасности дорожного движения. С началом тепла горожане могли заметить в городе прокат электросамокатов. Народные избранники отметили, что для безопасности жителей не хватает звукового сигнала. Самокат начинает движение, он же бесшумный вообще. Тем более на таких пневмоколесах сейчас он едет и никакого звука вообще не издает. Обязать изготовителей учесть звуковое сопровождение сложно. Правоохранитель предложил другой выход, чтобы транспортом управляли более опытные горожане. Я думаю, мы можем это избежать таким образом, чтобы самокат не был доступен для всех. Чтобы там есть возрастное ограничение, чтобы не мог тот же самый ребенок, шестилетний, подойти с приложением его оплатить и поехать. Следующим вопросом встречи стали искусственные неровности. После смертельного ДТП в конце мая по улице Ленина до и после пешеходного перехода установили лежачие полицейские. В связи с чем возникли другие проблемы. Мне сразу пожаловались люди, видно, напугались водители, перестали разворачиваться около Европы на этом перекрёстке, где произошла бета, и начали ездить вокруг 24-го дома, объезжая, сделали организованный трафик мимо 24-го дома. Госавтоинспектор привёл в пример другие участки дороги, например, парковая Киевская, где ранее был очаг аварийности. Но после установки таких возвышенностей была отмечена положительная динамика – ни одного ДТП. Народные избранники уверены, что к вопросу нужно подходить иначе. Мы выходим с таким предложением, чтобы максимально установить количество камер в виде фиксации и максимально убрать искусственные неровности с территории города. Я также выходил с предложениями о том, чтобы максимальное количество пешеходных переходов оборудовать светофорами. Считаю, что это очень удобно и для автомобилистов, и для пешеходов. Благодаря такому совместному взаимодействию скоро на восьми зебрах, в том числе на улицах Варакина, Нефтяников, Петухова и Ленина, появятся специальные светофоры. Алина Морозова, Ромазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». Политика, экономика и социология. Сегодня наши выпускники сдавали один из самых объемных экзаменов по выбору – общество знания. В Нефтьюганске его выбрали 284 выпускника. Чтобы поступить в ВУЗ, им нужно набрать не менее 24 первичных или 45 тестовых баллов. Насколько это сложно, узнал наш корреспондент. Из года в год общество знаний – один из самых популярных предметов для сдачи у наших одиннадцатиклассников. Однако далеко не потому, что сдать его легче, чем все остальные. Знания, полученные в рамках этого курса, необходимы целому ряду специалистов, начиная от педагогов и заканчивая будущими выпускниками юридических факультетов. По поводу ВУЗа не особо, а специальность – таможенное дело. Я еще историю сдаю, в принципе, но я готовлюсь чисто, чтобы поступить. Если не поступлю, то уходишь, поэтому мне не принципиально. На подготовку к экзаменам дается два года. Однако редко кто начинает штудировать задания в начале десятого класса. Кто-то оставляет, но потом другие относятся не слишком серьезно к грядущему испытанию. Владислав изначально не собирался сдавать общество знания, однако выбрал его, когда захотел поступить на прокурора. Подготовку я начал с одиннадцатого класса, потому что в десятом собирался сдавать совершенно другие предметы. И подготовка шла хорошо, очень даже хорошо, лучше, чем ожидалось. Мои занятия происходили без репетиторства, все сам на онлайн уроках в интернете, при помощи учителей также. Экзамен разделен на две части, и если с первой обычно проблем не возникает, то со второй приходится повозиться. Ведь при проверке эксперты оценивают точность формулировок и объем написанного. По словам ребят, школьных уроков и самоподготовки вполне достаточно. Главное, чтобы педагог помогал и поддерживал на каждом этапе. У нас просто прекрасный учитель общества знания. Она нам давала полный материал, и с ней было просто приятно готовиться. Она всегда нас поддерживала, она говорила, что мы все сдадим. Даже когда мы шли до этой школы, она кричала нам следует, вы все сдадите. Такая поддержка помогает? Да, очень. Много слышала от кого, что говорили, что вот, вы не сдадите. А нам, видимо, повезло. Пронести шпаргалку или телефон, если и возможно, то крайне сложно. В пункте проведения через камеры за ходом экзамена смотрят общественные наблюдатели. При доказанном случае списывания или перешептывания нарушители выводятся из аудитории. И предпринять повторную попытку они могут не раньше, чем через год. Пока таких вот случаев не было, что случаев удаления за нарушение порядка проведения экзамена не было. И я очень надеюсь, что мы весь вот, все экзамены, весь вот этот основной период пройдем без нарушений. Конечно, самая такая ситуация никому неприятная, никому не нужная. То есть, выпускники отдают себе отчет, насколько это все серьезно, чем это чревато. Об итогах своей подготовки и сосредоточенности выпускники узнают примерно через две недели. Сейчас ребятам остались только экзамены по выбору. Следующие из них – биология и иностранные языки – придут 13 июня. Екатерина Балакина, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Пушкинские балы – обзорные экскурсии по городу. В Нефтьюганске прошло обсуждение о реализации проекта «Пушкинская карта». Народные избранники встретились с руководителями образовательных и культурных учреждений. На совещании были придуманы новые мероприятия для юных нефтьюганцев. Напомним, проект позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки и прочие культурные учреждения. А стоимость билетов компенсирует государство. Инициаторами встречи стали местные депутаты. На майском заседании комиссии по социальным вопросам была озвучена проблема, что не все учреждения активно используют возможности пушкинской карты. На лето уже запланировано много мероприятий, но необходимо, чтобы были участники. Многие детки у нас уезжают, но все равно, обратите внимание, что мероприятий будет проводиться очень много. И нам надо их заполнить. Руководители школ пояснили, что последнее время картами редко пользовались по причинам загруженности перед сдачей экзаменов. Некоторые родители не готовы тратить депозит карты на внеурочную школьную деятельность. Кто-то же посещает мероприятия иногородних организаторов. Наши все семь учреждений сегодня готовы работать со всеми общеобразовательными организациями города Нефтьюганска по данной программе. Мы готовы предложить вам тот продукт, который необходим. Готовы работать группами, готовы работать индивидуально, потоками, классами, параллелями. То есть это могут быть абсолютно разные программы, начиная от культурно-познавательных, патриотических. Как отметили на встрече, больше всего возможностями программы использовались на площадках городской библиотеки. Если поступает предложение от школ, быстро отрабатывают заявку на качественный и познавательный досуг. Центр национальных культур проводит танцевальные битвы, патриотические и поэтические вечера. Учреждения культуры и образования, как разные участники этого процесса, услышали друг друга, нашли какие-то точки соприкосновения, какие-то будут моменты оптимизированы. И также учреждения, которые предоставляют услуги образовательные и культурные, сделают их более актуальными для участников, для посетителей. Поступило предложение проводить стилизованные дискотеки, а также продумать маршрут обзорных экскурсий музейного комплекса. Учреждения планируют организовать встречу с родителями юных нефтьюганцев, чтобы совместно продумать мероприятия к началу учебного года. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Выставка тактильных картин, рождественское представление и фестиваль шахмат. В нефтьюганске прошел ежегодный конкурс проектов на получение гранта главы города. В нем приняли участие 26 некоммерческих организаций. Подробности в материале Ангелины Буржинской. На суд жюри были представлены проекты различных направлений – культура, спорт, волонтерство, а также и медицина. Мария Андреевна решила участвовать в конкурсе, чтобы получить грант на специальное оборудование, которое будет необходимо для развития центра ранней диагностики и коррекции нарушения у детей. На сегодняшний день нет таких центров, где бы обоказывалась и медицинская, и психолого-педагогическая помощь. Хотелось бы таким детям помочь, хотелось бы, чтобы эта помощь стала для них доступной, комплексной, чтобы им не приходилось приглашать специалистов из других регионов, оплачивать их проживание, приезд сюда, чтобы это была непрерывная какая-то помощь. Мы предлагаем как раз с помощью комплексного такого воздействия специалистов медицинских раннее выявление таких детей и раннее оказание им помощи именно такой целенаправленной, длительной и той, которая действительно имеет доказанную эффективность и результативность. Также в этом году участие приняли и победители гранта 2022 года. Волонтеры «Право на жизнь» получили безвозмездно участок земли от администрации города и уже установили там 15 вольеров. В этот раз они защищают проект для развития и содержания участка для животных. Этот проект у нас идёт именно на обустройство. Нам необходимо создать карантинную зону, нам необходимо создать кормокухню для обеспечения животных тёплой, вкусной кашей, потому что наш регион холодный. И поэтому животным просто необходима хорошая и качественная еда, хорошее и качественное питание. Кто получит грант, а кто нет, решат члены жюри. Результаты станут известны через 10 дней. Они будут доступны на сайте администрации города Нефтьюганск. Ангелина Буржинская, Рамазан Бурнеев, телерадиокомпания «Юганск». Улучшить состояние окружающей среды. В День эколога в обществе «Роснефть.Юганскнефтегаз» рассказали, как реализуется долгосрочная программа. Так, в прошлом году сотрудники предприятия высадили почти 2 миллиона саженцев хвойных пород деревьев. Выпустили в реки порядка 40 миллионов молодеценных пород рыб. Какие ещё экологические планы у общества, узнал наш коллега. На фоне развития промышленного потенциала мы всё чаще задумываемся об экологической безопасности. Общество «РН-Юганскнефтегаз» заботу об окружающей среде считает приоритетной. Основой является стратегия, которая расписана до 2030 года. В основные направления входят сохранение биоразнообразия, рекультивация, восстановление лесов, а также снижение выбросов парниковых газов. Реализуются мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов в атмосферный воздух. Реализуется инвестиционная газовая программа. Реализуется программа по выявлению и устранению утечек метана, как с помощью беспилотных летательных аппаратов, так и при помощи наземного портативного оборудования. Кроме того, реализуется программа повышения надёжности трубопроводов. В настоящее время совместно с Департаментом углеродного менеджмента разрабатывается план дополнительных мероприятий, которые в будущем позволят достичь углеродной нейтральности. Не менее важно сохранять и восстанавливать наши леса. Если мы при хозяйственной деятельности общества либо компании использовали лес, ну то есть вырубили его, то мы обязаны восстановить его по принципу гектар за гектар. В прошлый год на территории Хантамансийского автономного округа было выполнено подготовки почвы с посадкой лесных культур порядка 460 гектаров. Как правило, высаживают наиболее ценные древесные породы – это сосны, кедры и ель сибирская. Саженцы приобретают в специализированных питомниках, чтобы деревца максимально приживались не менее 85%. Каждый участок новой высадки находится под наблюдением от одного до трёх лет. В этом году в обществе планируют посадить саженцев на 1 тысячи гектарах леса. По программе рекультивации с 2019 года исключено из реестра загрязнённых земель более 3,5 тысяч участков на площади 1 тысячи гектаров. В этом году по плану рекультивировать 270 гектаров. Рекультивация земель производится с современной специализированной техникой, такой как экскаваторы-амфибии, снегоболотоходы, самосвалы на гусеничном ходу. Данная техника позволяет нам производить работы в сложных природных климатических условиях нашего региона и положительно влияет на темпы рекультивации земель. Ещё одно из направлений экологической программы – это забота о водных ресурсах. За последние три года общество выпустило в воды Опертышского бассейна более 200 миллионов мальков рыб ценных пород, таких как чир, пелядь, осётр сибирский, стерлядь и муксун. В 2023 году мы планируем осуществить выпуск осетра сибирского и муксуна. Рыбоводные организации подращивают малька до 1,5 и 3 грамм в зависимости от вида рыбы и производят выпуск. Обычно выпускаем в Тюмени или здесь, в Хмау. По заверению нефтяников, ответственный подход к проблемам экологии и программа, рассчитанная до 2030 года, позволит реализовать далеко идущие планы по сохранению и оздоровлению окружающей среды. Проводили художников, танцоров и музыкантов. 89 воспитанников детской школы искусств получили свой первый документ об образовании. В юности состоялось торжественное вручение свидетельств. На выпускном вечере побывала и наша съемочная группа. Детская школа искусств. Ребята учатся по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам. Они изучают игру на музыкальных инструментах, хоровое пение, танцы и изобразительное мастерство. Сегодня у нас выпускной вечер. Мы вручаем свидетельства об окончании детской школы искусств. Всего сегодня мы выпускаем 89 ребят. Это по разным направлениям. Это и театральное искусство, и музыкальное творчество. Также у нас дети хореографического творчества заканчивают сегодня. Ну и, конечно же, декоративно-прикладное творчество. Среди воспитанников школы очень много талантливых артистов. Например, Евгения Огорелова. Она еще в детстве поняла, что хочет связать свою жизнь с театральным мастерством. Теперь, как признается сама выпускница, это любовь всей ее жизни. За время моего обучения в детской школе искусства у меня менялось множество педагогов. Но знаете, это даже хорошо, потому что чем больше я здесь занимаюсь, тем более счастливой я себя чувствую каждый год. В школе искусств это был какой-то подарок, потому что он помогает тебе определиться с твоим будущим. Вот я как пришла в 6 лет первый раз, сразу вот это вот осознание после первого занятия. Мам, пап, я пойду в эту сферу. Мне это так нравится. Ряды талантливых музыкантов пополнила Виктория Городецкая. Девушка планирует поступать в колледж по направлению скрипки. Признается, что пошла по стопам своих родителей. Я закончила струнно-смычковое отделение, на скрипке я играла. Мне очень понравилось, я как-то влилась в коллектив, так как я переводилась очень много раз. И в принципе мне нравится это занятие. Я вообще музыкальный человек, у меня вся семья музыкантов. Обучение в школе искусств не просто творчество, это образ жизни, будущее сцены России, а возможно и мира. Светлые дороги, светлые тревоги. Игорь Шмелев, Рамазан Бруниев, телерадиокомпания «Юганск». Родину нужно любить. В Доме детского творчества прошли познавательные мероприятия в преддверии Дня России. Сегодня юные нефтеюганцы стали участниками сразу нескольких акций, посвященных празднику. О том, как нарисовать большую карту нашей страны и из чего плести тактические браслеты, узнал наш корреспондент. День России – это один из самых молодых и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Это значимое событие для всех граждан страны, как для взрослых, так и для детей. Все мы россияне, и мы должны любить Россию, чтобы в ней не происходило. Мы тоже не остаемся безучастными к тому, что происходит сейчас в данное время. Поэтому все эти акции, все эти мероприятия воспитывают прежде всего любовь к России и, конечно же, чувство патриотизма. Перед ходом здания ребята вооружились красками и мелками, чтобы нарисовать большую карту нашей страны. А после для них провели мастер-классы. Одни ребята украшали окна в стиле триколор, другие изготавливали тактильные браслеты. Кстати, урок по плетению для детей провела швея, который помогает нашим бойцам с экипировкой. Что нового ты сегодня узнал? Ну, вот я сегодня хочу узнать, как плести вот этот браслет, который потом можно будет распустить и сделать веревку. Также сегодня к детям приехал доброволец и участник СВО Алан Баев. Он рассказал юным нефтеуганцам, что такое патриотизм. Поделился опытом пребывания в местах боевых действий, а также ответил на все вопросы любопытных ребят. Мы умели всё. Те, кто находятся впереди, приходилось учиться быть и снайпером, и медиком, и сапёром, и водителем, и гранатомётчиком. И приходилось учиться прямо на бегу, на ходу. Участвуя в подобных акциях, подрастающее поколение расширяет и закрепляет знания о нашей огромной стране, учится состраданию и ответственности перед её жителями. Сегодня в Нефтеюганске был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Такая срочность обусловлена массированной атакой ВСУ по региону, в связи с чем люди покинули свои дома. Нефтеюганцы передают волонтёрам вещи первой необходимости. На месте сбора побывала наша съёмочная группа. Предметы первой необходимости собираются всего округа. Нефтеюганск стал отправной точкой для гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Груз отправится в путь уже завтра утром, посетив пункт сбора в Сургуте. А уже 10-го числа отправится из Ханты-Мансийска к нуждающимся. Люди приходят и передают гуманитарную помощь. Передают предметы первой необходимости. В основном это предметы гигиены, предметы гигиены для детей, продукты питания длительного хранения. Привезли нам партию раскладушек. То есть очень важны такие вещи, которые нужны сейчас людям, потому что они находятся в пунктах временного пребывания. Неравнодушные жители также приносят одежду и медикаменты, которые необходимы людям в сложившейся ситуации. Одним из них стала Анна Хузина. Она привезла детское питание и предметы личной гигиены. Вчера мы получили информацию о срочном сборе гуманитарной помощи для Белгородской области. Мы не раздумывая собрали и привезли. Сейчас жители Белгородской области находятся в пунктах временного размещения. Им нужна наша поддержка. Отмечу, что сегодня пункт сбора работает до 8 вечера. У неравнодушных нефтеюганцев осталось совсем немного времени, чтобы посетить пункт сбора. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.